Фантом Ассасин 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 Все спрашивают, где Чуань. Я не знаю, ребят, где Чуань. У меня нет инфы никакой, к сожалению. Так что, сори. Спросите статсманов. Ну что, разбредаются ребята у нас по лайнам. Побежал он уже. Какая у нас расставлять в вардишки. Агрессивные. Нужно заблочить здесь пот определённо. Вот прям в лицо ГОСТу закинул практически. Ну и уходит в инвиз. Рядышком есть КПА. И, кстати, КПА прокачал себе Баттл Хангер. Что немаловажно на первом левеле. Ну и Фантомка в миде. Это действительно интересно. Как бы это ни стало промечуным решением. В плане того, что, в принципе, у Death Profit как бы с формы есть. Которая неплохо пробивает Фантомку. Опять же. Как по мне, Джигернаут смотрелся бы получше. В плане мидового героя. Но посмотрим, как себя покажут Мол. Хотя, с другой стороны, Ньюби, это же опытные ребята. Я думаю, проблем не должно возникнуть с этим. Ну что, будет ли у нас какая-то битва за руну? Нет, пока у нас контролятся. Руны обеими игроками. Это Ликан в мид, что ли? Я совсем уже потерялся, ребят, с этой китайской дотой. Да, это, похоже, Ликантроп в мид. Профетка пойдет фармить в легкую. Вот такая расстановка по лайнам даже. Вот это поворот. Не ожидал, если честно, не ожидал. Но хорошо. Хорошо, тогда Фантомке есть шансы выформить, безусловно. Рядышком бегает КК. Если что, детекшн сразу начинает Ликан напрягать. Вкатывается на развороте Дайр Спирит. Наваливает по Му, сломали Вижен. Ну и КК теперь безнаказанно может напрягать этого Ликана. Да, интересный мид, безусловно. Будем почаще сюда заглядывать, наблюдать все, что тут происходит. Там тем временем на боте также пытается напрягать КПА. Но КПА такое себе. Ну, знаете, уже неплохо Ликана так разминает у нас товарищ Му. У Ликана определенные проблемки прям чувствуются. Что с лицом Ликан прям, хочется сказать. Ой, включительно мы забыли статистику. По Крепстату будем смотреть, кто как фармит. Ну и пока у Фатонки все неплохо даже. Как-то я скептически отнесся, конечно. Я почему-то думал, что все-таки Дес Профит здесь стоять будет. Тут КК бегает. Если Вижен какой-то на него, к сожалению, нечем просветить. Ничего здесь нет, так что... КК себя чувствует безнаказанно пока. Ой-ой-ой, как больно Ликану-то. Есть у него фласка? У него есть тангусиков. Фантон запульный, так что... Но Му прям вообще готов его разрывать уже прям сейчас до получения ультимейта. На топе тем временем у нас будет стоять Лейклз. Тут, понятное дело, здесь в принципе есть контроль. Конечно, есть Колба, есть Блэд Фьюри. Так что нужно поаккуратней быть. Вполне могут и забрать тебя. Нашинковать. На ролл эту селедку можно. Так, подходит ХК. ХК в мид. Вижен есть, если что. Замедляет у нас Ликана. Сейчас будет Джинада. А, Джинада-то нет, там первый левел еще. Простите, я думал, что Джинада. Была бы Джинада, вполне бы себе могли забрать. За счет того, что замедление было бы дополнительное. Но пока Ликан страдает. Страдает очень сильно. Как по мне, он бы в легкой смотрелся ему. Наверное, попроще бы фармилось. Прочитого же Акса. Нежели здесь оставлять Госта. Гост присасывается к Сифонам. КПА. Нужно кидать на Ход Филд какой-нибудь. Закатывать сюда Эр Спирит. Очень больно КПА. Выживет Ли. Да, выживает. Так что. Этого маловато. В итоге выжил Му. У нас тем временем Ликана с мид. Отправляется Ликан отхиливаться. Вот он уже обузит Боттл тем временем. Когда Му уже практически четвертый. Вот сейчас еще парочку Крепочков добьет. И все у него нормально будет с левелом. Ну и на топе тем временем у Слордара так же все вроде неплохо. Уже третий левел у него имеется. Тут уже начинает его КК потихонечку напрягать. Есть рядышком, если что, Санше. Не дает запулить Крепочков. Здесь все нормально. Ой-ой-ой, там тем временем... А, Акс отдался Крепам. Все нормально. Я уж подумал, что ФБ пропустил у Му. Но Му начинает натравливать волков. Ну, кстати, вот волки могут неплохо пробивать у нас Му. Хотя пассивка работает вроде неплохо. Еще волка забрал. Что там Му уже летит? Боттл так же обузится от мидера команды Ньюби. И Шан Сан фармит... Сан Шенк фармит леса. Я не знаю, почему, ребята... Ой-ой, тут прыгает у нас тем временем на волка. Фантомка. Я не знаю, почему у меня такое желание назвать его Шан Сунгом. Ну, периодически проскакивает. Прошу прощения. Так, перетягивается сюда Эр Спирит на пару с Дизраптором. Неужели будут пытаться напрягать Му? Кстати, могут. Хотя там... Катывается сейчас. Сэмбола. Нужно сало навесить. Прыгает у нас тем временем на Дизраптор. Но, скорее всего, Му помирает. Да, это ферстблад для команды Федиклапси. Я уж думал, что он сейчас прыгнет куда-нибудь на катапульту. Типа из Филда убежит. Но в итоге решил играть на... На мужика, так скажем. Попытался просто ворваться на Дизраптора. Но в итоге умирает сам. Оставляет баунтируну для Госта. Понятное дело, на топе тем временем намечается. Бегает тут КК. Ставит Лекклс. Получает Экспо. Уже четвертый есть. Также Джиггернаут четвертого левела. Джиггернаута шесть тангусов. Запуленный. Не знаю, зачем его так запулили. Что-нибудь закупился он так. На него ФСы появились теперь. Больновато будет с руки наваливать. Лучше лишний раз не подходить с ним. Не размениваться по ХП товарищу Слардару. Лучше держать дистанцию. Так, в миде я вижу тут обходят тем временем товарищ Эрспирит. Поставил Вижен, если что. В лесу уже Акс. Понимаю, что проще, наверное, пойти лес пофармить. Купил себе уже Айрон Талон. Я надеюсь, вам сигналку не слышно с улицы. Если слышно, то мне придется закрывать. А окошко. К сожалению. Наверное, сразу сейчас это сделаю, ребят. Подождите секундочку. Чтобы не напрягать вас. Прошу прощения. Дурная привычка у русских. Врубать свою сигналку на максимум. Чтобы орала просто мама не горит. Так что, что есть окошко закрытие. Надеюсь, я тут не задохнусь от жары. Ну что у нас произошло за то время, пока я отсутствовал? Да ничего новенького. Никого вроде не убили. Тут у нас вкатываются. Тем временем FT... Эрспирит пытались КК найти. Я так понимаю, сейчас за курьером охотятся КК. Но там не хватит тычки никак забрать. Так что, такое себе. Саншенк тем временем здесь перемещается в мид. Сейчас могут быть проблемы определенные у Эрспирита. Есть ли там шестой? Да, есть шестой уже в Антонке. Но Критти пока не пробует. Вот, она пошла нова. Проблемки. Колбу повесили. И Эрспирит умирает. ТПшка делает Death Profit. Агр неплохой атакс. Еще Крит залетает от Му. Глимс тем временем на КК. КК умирает. Сворма забирает Гост. Проблема. Хороший краш залетает по КПА. Двойной сифон моментально от Госта. КПА очень битый. Также битый Му. Раскручивается Джиггернаут на развороте. Квилинг Блейд по иллюзии. Краш на развороте также делает нас Вардар. Забрали все-таки нас Death Profit. Хау также подстрянет сейчас. Вкатывается на него Эрспирит. Уже резнулся даблкил в исполнении товарища Бекана. Подрубает свой тиммейт. Погоня будет за Саншенгом. Саншенг не должен уходить по идее. Саншенс еще повесили. КК прибежал сюда. Но КК, кстати, может подрезать Лейклза, если угадать с направлением. Да, находит Лейклза. Лейклз умирает. Также умирает. Нет, не умирает. Му. Рано ли ухранил. Но погоню за Му. Му просто. От волков мансит как бог. Но нет. К сожалению, не выживает у нас Фантом Ассасим. Это очередной фраг для команды Фиди Клапси. Очень битые все они. Но. О, это минус пять. Боже мой. Вот это у нас драка. Вот это драка. Ну, в принципе, я бы не сказал, что прям много выиграли Фиди. Опять же, ранняя стадия игры еще не так много всего дают. Ну и давайте, наверное... Хотя, седьмая минута. Я уже думаю, наверное, стоит глянуть графики. Мы видим, что в определенный момент у нас Ньюби ввели практически тысячу по голде. Но все это уже проиграли за один замес. Так что, в принципе, все ровно. ПТ-шечки появляются. Также Транквиллы появились у нас у Акса. Если что, Транквиллы есть. Теперь по Регену проблем не должно быть. Ну и мы видим, что в барабаны выходит у нас Хао. Так, Аксевич. Аксевичу надо что-то себе, например, Блинк Даггер. Он купил себе рейндроп пока. Очень хорошая темнотука. Тем временем проблема у КК. КК нашли. Краш залетает. Фут Лейклза. И КК отправляется в таверну. Да, загулял немножко. Кстати, Глипс неплохой. Сан Шенк подстрял. Еще один краш. Штан Шенк тоже умирает. Минус два моментально. Что-то как-то фидит Ньюби немножко. Прям совсем чуть-чуть. Но есть такое. В итоге минус два делает у нас команда. Фиди Клапси. Вырываются они по Нетворсу. Хотелось сказать вперед. Но Крепстат пока впереди у нас находится. Команда Ньюби. Давайте посмотрим по Нетворсу. По Нетворсу у нас топ-1 это товарищ Ликантроп. Но не остает у нас ни Фантомка, ни Джаггернаут. Так что здесь, если даже немножко пофижено, ничего страшного, как говорится. Главное, что Нетворсу соответствует. Джаггернаут пока застыл в ожидании. Как истинный самурай. Ждет своего часа. Не видит пока врагов стоит. Аккуратненько под тавером. Ну а там тем временем смог вылазка от команды Ньюби. Я так понимаю, до Death Profit убила Акса, тем временем, пока я отвлекся. Там проблема сейчас будет у Госта. Залетает Блинк, сразу Крит. Еще один Крит с руки и Госта отправляется в таверну. Здесь без шансов, конечно. Ну в миде начинает Ликан уже потихонечку пушить. Сюда летит тем временем Джаггернаут. Кстати, Джаггернаут с ультимейтом, если что. Может и подраться. Но пока Крепы здесь, так что... Ну самая лучшая идея ультовать. Что там у мути временем? У му пока ничего сверху нет. Морбит маску покупает. Понятное дело, что будет выходить Доминатор. Без всяких, видимо, БФов будет играть именно тут расчет на... Быстрый бёрст соло цели. Без всякого ООЕ. Ну и Ликан. Ликан, понятное дело, будет выходить во Владмирс. Немножко ему остается дофармить, так что скоро мы увидим. А там тем временем перетяжка от Ньюби на топ. Хао бежит. Хао готов врываться. Там уже барабаны готовы. Но это вступает, пока команда в Тиди Клапси. Понимает, что... Слишком опасно, так как врагов не видно. В миде забрался временем Ликан Тауэр. Как бы он за это не поплатился, врывается Мун на него. Начинает разминать потихонечку пока. Рядышком подбегает КК. Но и, скорее всего, Ликана не отпустится. Хотя у него есть Шепшит. Пошел. Но нет, нет, нет. Убегает Ликан. Там, конечно, такой дикимов спид. Пошел, кстати, Глимс тем временем. В миде проблемы у Саншенга. Саншенга повесили на него урну. Колба откидывается. Но выживет, скорее всего, Саншенг. Не хватит урона. На развороте можно подцепить Эрспирита. Агр неплохой. Тут есть КК рядом. Все-таки добили там Дисраптора тем временем. Эрспирит подстрял. Чуть Саншенг сейчас не подстрял под камень. Как же он мансит просто на... На миллиметрах вот тут... И выдел по максимуму урон Саншенг. В итоге умирает у нас Эрспирит. Также тут у нас, скорее всего, умрет Акс. Да, один в один пока размен. Два в один, по сути, если считать с Эрспиритом. Выжила у нас СМ-ка, самое главное. В итоге, после этого всего. И знаете, впору вот в этот вот момент, когда там выворачивался СМ-ка от камушка, от Роллинг-болдера. Эрспирита, знаете, вот этот мувик из Матрицы, когда там Нео выворачивался от пуль. Примерно то же самое сейчас происходило. Почему-то мне напомнило. Он так, прилетает сюда Гост тем временем с Экзорцизмом. Понимает у нас Хао, что лучше пока отступить. Ну, у Хао все прекрасно. В принципе, он... ...наравне идет с Ликантропом тем же. Так что, ничего страшного. Так же Мо у нас топ-1 по Нетворсу. Тоже не отстает. Это самое главное. Нет, это все-таки выход в... Не Доминатора, а в тот самый Вледнерс. На команду. Айтем все-таки собирает нас товарищ Мо. Ну да, с другой стороны, опять же, есть Джуггернаут, которому тоже лайфстилл будет полезен. Как ни крути. Ой, все время я пострял Кака в очередной раз. Повесили Амплифай на него. И, скорее всего, Кака здесь не уйдет. Загулял. Ну что, будет пуш, похоже, по боту Т1. У нас, тем временем, от кабанды FTD. Пока есть рядышком Саншенк. У него имеется ультимейт, если что. Но нужна какая-то фиксация под это все дело. Рядышком подходит Мо. Перетягивает сюда Джуггернаут. Готовый дефать. Краш тем временем залетает. Саншенка проблемы. Сайленс, магнетайз. Саншенка сбрили. На развороте. Хао может ультовать. Ульт пошел по Лейкалзу. Лейкалз, скорее всего, умирает. Один в один размен. Драка продолжается. Проблема у Эрспирит. Эрспирит тоже умрет. Агротакция. Разрубают пополам у нас земель. Проблема у Госта. Госта начинает всасываться. Он тут пошел подхилл Джуггернаут. И нужно бежать. Просто бежать команде FTD. Потому что их сейчас не отпустят. Кончился ультимейт у товарища Ликантроп. Ликантроп, скорее всего, сейчас погибнет. Хотя на развороте неплохой ультимейт. Залетает Адизраптора. Очень больно КПА. И у КПА отступает. Но тут пытаются забрить тем временем Гост. Гост неплохо отхиливается за счет Сифонов. Продолжается драка. У Хао проблемы. Хао просто сбрилили с формами. Продолжается погоня за Гостом. Гост. Крид с Даггера залетает. Проблемы. Тем временем также у БХ. БХ умирает. Пошел на выгод АЦМки. Но буквально тычки не хватает одной по Ликантропу. Ликантроп умирает. Тут проблемы также. Вернулся уже сюда Лейклз. Сейчас забьют еще ему. В итоге 2 в 4, по-моему, размен. 2 в 3. Не знаю, тут драка очень долго уже идет. Нужно посмотреть сейчас. Парикапа будет подстреливаться. Сан Шенг. Сан Шенг тоже умирает. Это Тим Вайп в исполнении команды Ньюби Янг. Они умирают. В пятером. Ну такое. Сейчас мы посчитаем. Там 4. 4. Ну 5 в 5 вместе с Байбэком, если считать. Так что здесь, в принципе, равный размен, по сути. Тут, ну, чуть больше. По опыту выиграли у нас команда FTD. По голде также чуть больше выиграли Ньюби после этого замеса. Ну и 3-1, скорее всего, заберут по боту. Хотя Акса уже сюда перетягивается. Ну я не знаю. Ну отдайте вы этот Т1. Аксу очень нужен блинкдаггер. Ну, безусловно, чтобы врываться, инициировать. Вот сейчас он идет. Он сейчас подстрелит в очередной раз. Потому что у Лейклза уже есть блинк. Он сейчас будет прыгать. Давайте амплифай. Тут у нас КК. КК проблемы. На КК бы навесить что-нибудь сверху. Но КК, видимо, не видит. Помигали. КК так. Выжил такой, знаете. Смахнул пот с лица. Думал, что врыв на него будет. Но это был врыв на Акса. Опять же, в пятером здесь находится команда FTD. Сейчас будут пушить Т1 по боту. Есть ультимейт у Ликантропа. Там экзорцизм откатился. Да, а также есть еще магнетайз. Крайне проблематично сейчас будет драться для Ньюби. Так, я Филд слышу. Где-то был. Тут у нас вот ищут КК. КК нашли. А, там что где? А, нет, просветочка просто висит. Проблема у КК. КК добегался в очередной раз. Управляется в таверна Баунти Хантер. Но что-то как-то... Неуверенно выглядит Ньюби в этой игре, я скажу так. Если в прошлой игре FTD как-то смотрели, что они просто боятся, то теперь как-то Ньюби непонятно чем занимаются. Потеряли они Т1 тем временем по боту. Сейчас будут забирать Т2 у нас команда Т2 Клапси. Ну и Фантомка пока себя никак не показывает. Есть уже 11-й левел Му. Но этого маловато, к сожалению. Там тем временем... КПА понимает, что ему нужно пофармить. Ему чуть-чуть остается даблингдаггер. Да, скорее всего проще отдать Т2, чем драться за нее. Там тем временем Персик появился уже у Хау. Это будет выход в Баттл Фьюри, я так понимаю. Безусловно, хороший айтем. Там на Рошана заход от FTD. Рядышком бегает КК. Главное, чтобы не спалился в очередной раз и не умер, потому что тут есть Сентряк. Он бегает прям про краешку. FTD понимает, что там... Рядышком есть Баунти Хантер. И понимает, что команда Ньюби знает, что они Рошана забирают. Но Рошана упал очень быстро и забирает себя Егис Лордар. Это нестандартно. Я почему-то думал, что отдадут какому-нибудь Ликантропу. Ну что, на мид перетягивается тем временем команда FTD к Лапси. Там тем временем Хау все-таки допилил Т2 под... Не, не допилил Т2, Т2 стоит. Пытался у него разминать, но понял, что не вариант. Ну и Айгис есть у команды FTD. Нужно как-то идти реализовывать. Ну и Уму. Уму появился Митрил Хаммер. Я надеюсь, что все-таки выход в БКБ шучку. Хотя тут только... Ну хотя ладно, да, БКБ тоже смотрится неплохо. Ну а возможно какой-нибудь изолятор как вариант. Мы же знаем, что теперь там апнули этот... Дагерочек у Фантомки. Теперь он там еще и стучку сурки наносит дополнительно. Так что там можно ваншотать. Через крипа какого-нибудь. Я видел такие видосики, когда там парень играл с четырьмя БФами. Там и рапиры. И просто тут хороший скан те времена FTD. Помигали, понимая, что здесь... Находится Ньюби в их лесах. Начинает пушить Хау Т1. Ну сейчас будет драка у нас. Бежит у нас товарищ Ликан в инвизии. Смоки сейчас должны спадать, да. Стан залетает по Хау. Хау огромные проблемы. Нужно разбрить очень быстро. Агр неплохой атакс на развороте. Но Хау умирает. Нет, Хау все еще живет. Уходит на Блэдфюри. Новый год оценки моментально сбили. Уж Саншенга проблемы. Саншенг умирает. Также умирает на Сакс. Минус 2 делают. Размен на одного Ликана. Проблема у Му. Му тоже, скорее всего, умрет. Му тоже отправляется в Саверну. Минус 3. Как Аль здесь стоит на хайграунде. Если еще Хау с ультимейтом могут подбрить. Попробовать Эрф Спирита как вариант. Ну, крайне провальные драки от MVP. Ой, господи. От Ньюби, конечно же, MVP. Почему их вообще сюда приплел? Не знаю. Ну что ж, мы видим. Графики опять у нас все в нулях. Так. Я слышу, где-то Джаггернал тут раскрутился. А, он просто ТП сделал. Я не знаю, что он тут пытался сделать. Что изобразить. Но Т2 по миду также теряет команда Ньюби. Ну и знаете, все потихонечку идет к тому, что здесь, похоже, будет 1-1. Пока Ньюби непонятно, как все это дело отпушивать, отдыхают, хотя, опять же, на Форс неплохие у Шанценга. Шанценга проблема. Ксену забрали. Он же Эрф Спирит. Продолжается драка. Проблема у КК. КК. Краш получается лицо. Лейклс умирает. Но это только Эдис. Сихончики пошли от Госта. Пытаются забрить хотя бы КК. Очередной Агр был неплохой. В итоге поднимает себя Ветра Госта и выживает. Все еще бьет всех экзапцизм. Хороший краш. Отправили в каверну Жигернаута. Квилинблейд атакится. Забирает нас Госта. Продолжается драка. Но и в итоге, опять же, 2 в 3. Размен, опять же, не в пользу Ньюби. И еще Тавр потеряли они. В плане экономики, конечно. Ну, вот мы смотрим график. Вроде по рекапу все неплохо, да? Казалось бы, даже если вы потеряли там и Тавр. Еще на одного человека больше вас убили. Но тут разница несущественна. Потому что всего лишь 18 минута. А у нас уже столько фрагов, столько смертей. Крайне активная дота. Ну и по графикам, если мы откроем, мы видим, что теперь у нас ведут FTD и Клапси. Небольшое преимущество у них. И по голде, и по XP. Но это еще не существенно. Все это можно отыграть. Опять же, есть Баунти Хантер, который всегда может помочь вам комбакнуть в свою группу экономики за счет трек-килов каких-то и так далее. Так что не будем. Мы Ньюби хранить, безусловно. Начинают пушить команды FTD. Понимают, что это, наверное, только единственный вариант для них выиграть в этой игре. Запушить все на корне. Начинают пушить Т1 на топе тем временем. Там есть уже первая Некра у Ликантропа. Ну и готова, в принципе, драться FTD. Экзорцизма, правда, нет. Смоки разбивают FTD и отправляются во вражеский лес. Проблема у KPI. Амплифай навесили. Вкатывай сюда. Аж спирит. Да, скорее всего, KPI умрет. Да, без варианта. Даже не успел ничего сделать. Тут еще АК бегает. Какой-нибудь гем бы неплохо было бы заиметь. Ну, увы. Тем временем, пока убивали там KPI, забрали у нас Т1 по топу. Сразу начинают пушить Т2. Команды FTD. Ну и что? Пытаться будут размениться с этого рамя. Так, понимаю, все-таки не хотят дефить пока у нас Юби. Забрали очень быстро Т2. В принципе, можно попробовать и на хайграунд. Попытаться зайти. Есть экзорцизм, кстати, да? Там, да, уже через 16 секунд будет. Нужно чуть-чуть подождать. Ну, Ликантроп под Хаулем может быстро ломать его раму. Знаем, есть Глиф. Если что, нужно как-то дефить команде Юби. Пошел Глиф. Глиф прожат. БКБшечка появляется уже у нас у товарища Му. Герочки пошли. Ново. Ультимейт подрубает Гост. Агр неплохой атакса. Госта хотят сбрить очень быстро. Гост умирает. Продолжается драка. Ультимейта Джиггернаута. Неплохо. Очень битый. Убегает на Силькантроп. Улетает отсюда также Эрспирит. Эрспирит будет догонять. Пошел Сурикенчик. Догнал. Неплохо. Джиггернаут заюзал Блэйд Фьюри. Также не отпускать здесь Дезраптора. Минус 3 делает. В итоге Ньюби. Отличный деф. Потеряли только одного Акса. Что это было? Саншенк. Там не было никого. Зачем ты делал это? Зачем ты потратил ультимейт? Ладно, не суть. В итоге хорошо задефились у нас Ньюби. Сделали минус 3. В итоге выиграли очень много по XP и по голде. Мы видим. И самое главное, что у них стоит сторона. Вторые Некра. Тем временем появились у Ликантропа. Что у нас по графикам? По графикам мы видим отыграли все, что было у Тиди. Команда ФТД. Команда Ньюби. Опять графики в нулях. По XP уже ведут у нас Ньюби. Снова. Ну и знаете, опять такие качели, что я скажу, что сейчас у Ньюби все очень даже хорошо. За счет того, что появилась БКБ наконец-то у нас у Му. Опять же. Опять же, у Акса появился наконец-то Блинк. Опять вот все это дело. Можно нормально драться под хороший Агр. Мы видели, что прекрасно происходит с командой. FTD. И также у Ха уже есть БФ. Есть Яши на руках. Теперь он тоже будет отрываться вперед по фарму. Мы видим, что он уже топ-1. А в будущем, я не знаю, что он будет из этого собирать. Тут неплохой скан пошел от команды. FTD. Должны понимать, что здесь кто-то есть из команды Джьюби у них в лесах на эншетах. Ну и что будет собирать дальше? Манту какую-нибудь. Да, манта смотрелось бы, безусловно, неплохо бы. Опять же, под БФ. Опять же, если это в теории будет выход в какие-то диффуза. Знаете, я закрыл окно. Я чувствую, что сейчас задохнусь. Тут секундочку, пожалуйста, ребяточки. Еще моего времени подождите. Окорочко приоткрою. К сожалению, невозможно. У нас тут погода, знаете. Дождик, дождик, дождик. Демотиватор, может быть, кто-нибудь видел. Дождик, дождик, дождик. А потом это фотка из Терминатора, где эта баба горит. Горит варь. И потом снова дождик, дождик. Вот сейчас примерно стадия горит варь. Очень жарко. В Москве. Слишком душно. Ну что, тем временем у нас команда FTD в Смаках направляются на территорию Ньюби. Кстати, могут найти Му. Например, стадик. Шторм неплохой УКК проблемы. У УКК в инвизии нет никакого детекшна на нее пока. На развороте Му под Леккинг Баром. Продолжается погоня. Экзерсис подрубается. Проблема тем временем. Дезераптор, дезераптор разбрили. Моментально продолжается драка. Сейчас будет убивать Ликантроп. Ликантроп тоже отправляется в таверну. Новый год от Семки. Краш неплохой залетает. Тут у нас ультимейт и выйдется тем временем от Госта. От товарища Хао. Но в итоге минус 3 делает команда Ньюби. Продолжается погоня за Аверспирит. Аверспирит, скорее всего, тоже здесь не уйдет. По трекам. Ну да, его тут не отпустят. Ну да, Акс с Лэмданком его просто расплющил моментально. Ну и, собственно, минус 4 в исполнении команды Ньюби. Обычно. Хочу их почему-то все время жахнуть Ньюби Янг. Почему-то меня в последнее время просто кидало как раз-таки на Ньюби Янг. И, видимо, такая привычка выработалась. Ну что ж. Ньюби камбэкаются в игру. Очень даже неплохо. Были шансы, безусловно, на FTD. Но, опять же, не будем их хоронить. У них все еще есть шансы. Опять же, в идеале подраться. Но мы видим, пока, к сожалению, вся их агрессия аннигилируется на корню. Потому что... Хао. Хао уже имеет 13 тысяч Митворца. Не отстают от него также и Фантомку. У Фантомки все хорошо. И как драться с этими ребятами непонятно. Там Хао уже что-то летит. Ультимейт Орб. Это Манта Стайл Гантул. Готово я уже. Бегает здесь КК. Ну, а Ликантроп, к сожалению, имеет только третий некрай и Владмирс. Этому маловато. Нужно, безусловно, МКБ какой-то против Фантомки. То же, чтобы пробивать. Одних духов, опять же, мало. Мы видели, как недолго живет у нас Дэс Профит. Так, что такое? Так, нашли тут КПА. Повесили на него урну. Сбивается Даггер. Вкатывается в Спирит. Краш неплохой. Аклифай повесили. Глиммер здесь уже не спасет. Акс. Магнитайз даже потратили. Сифом пошел. Но Акс, скорее всего, здесь не уйдет. Да, Акс умирает. А в итоге загулял Акс. Ну, кстати, неплохо за него цыпали. Так, 800 голды аж. Ну что, очередной выход на Рошана от команды FTD. Даже без Акса они, в принципе, еще могут подраться. Если неплохую нову дать и ультимейт от Кристалмейда. Но, скорее всего, драться не будет. Хотя есть у Хао ультимейт, если что. А где Хао там? А Хао там Т2 забирает. Он на Т3 сейчас будет ходить. Да, в принципе, хорошее решение. Да, да. Можно идти и заставлять команду Сиди идти дефать. Потому что Глиф, конечно, есть. Либо разводить на Глиф. Либо... Вот сейчас один выбор. Либо забирать Рошана, либо разводить на Глиф. У КК проблема тем временем. Просветочка пошла. КК тут нашли. КК умирает. Рошан сейчас упадет. Но тут вкатывается Р-спирит. Продолжается драка. Кстати, на развороте можно еще и подраться. Как тут Лейклс пришел. Лейклсу тоже очень больно. Есть ультимейт. Пошел от Жиггернаута неплохой в гост. Нужен дефуза. Гасты снимать. Пошел ультимейт Адидераптор. Хао здесь прям не делал. Не отсутствует. Нито Хао умирает. Да, насчет дефузов я бы задумался. Для Хао сейчас, наверное, будет очень хорошо. И мне заиметь этот айтем. Опять же, и под Манта Стайл неплохо смотрится. За счет того, что ты иллюзиями можешь Монобернить. И дополнительный урон наносить. И опять же, снимать гасты. Крайне полезно. Ну что, а я иди с Уликантропа. Нужно идти реализовывать. В принципе, тут пушить уже нечего. Только одна дорога на вражеских ЭГ. Но вопрос в том, сможете ли вы зайти. Так, появляется Гиперстоун у нас у Уликантропа. Я так понимаю, это выход в Кирасу будет. Кираса, безусловно, смотреться здесь будет очень хорошо на команду. Ну и тут у нас такой своего рода сплитпуш. Потому что вся команда FTD направляется через мид. На Уликантроп сплитпушит топ тем временем. Ну, я думаю, проблем за дефы для команды Ньюги не составит. Если сейчас какой-нибудь Какани Фидонет еще, конечно. В позиции уже стоит Акс. У Акса есть, если что, Блэйд Мэйл. Наверное, самый лучший айтем для этого героя. Ну и что, будет ли у нас драка какая-нибудь? Ну и все замерли в ожидании. Ньюби, понятное дело, не хотят агрессировать из-за того, что там есть Аегис. Так что смысла, наверное, им самим в драку лезть нет. Им нужно играть от дефа. Ну а FTD пока не знают, как им это дело реализовать. Преимущество в виде Аегиса. Появляется первый Блэйд Фалакрити у нас у Хао. Я все-таки надеюсь, что это дефуза. Хотя, с другой стороны, собирать уже больше нечего. Смоки разбиваются от Ньюби и отправляются они в атаку. Да, рецепт появляется на Дефюжил Блэйд. Скоро мы это увидим. Сейчас смоки спадут. Нашли у нас с тем временем Ликантроп. Агротакс. Хороший ультимейт от Дизраптора по одному Хао. Входит Саншенк сам в этот ультимейт Дизраптор. Тоже умирает. Минус два моментально делает команда FTD. Му просто делает ТП отсюда подальше. Все правильно. Отметить хочу отличную игру саппортов команды Ньюби. И в качестве... В частности, СМки, которая сама зашла в ультимейт. И умерла. Ну и Хао опять же стерли моментально. И ответный пуш от команды FTD сейчас будут пытаться забирать сторону. Там есть все еще Эгис у них. У Ликана. У Ликана, правда, не Кров, нет. Но, в принципе, есть Экзорцизм. Ну что, по Миду? Или по Топу? По Миду или по Топу? Так, Ликан побежал по Топу. Под Хаулем. Начинает ломать. Глиф все еще есть. Если что, можно прожимать. Прожимается Глиф. Все-таки перемещается вся команда FTD на Топ. Сейчас будет забирать Т3. Т3 падает очень быстро. Т3. Т3 дефоцали. Да, неплохие криты уже залетают по тысяче. По Ликантропу. Пошли серикенчики. Еще один дагер. Акс врывается. Неплохо. У Ликана проблемы. Можно его разрубать. Ликан умирает. Продолжается драка. Краш на развороте. Неплохой Атмо. Новый год от ЦМ. А сбить-то нечем. ЦМ-ка, боже мой, как она вкастовала. Очень много урона. У Госта проблемы. Вкатывается с сифонами. И убегает вся команда FTD. Неплохой Агротакс. Акс, скорее всего, сейчас будет умирать. Хотя нет, умирает у нас Госта. Продолжается погоня. В Госта скипетр. Просто разрубает Акс. Также Рспирита проблемы. Краш на развороте. ПКК. Здесь забрали тем временем также еще и Дизраптор. Умирает еще и сверху у нас. С Лордар остается один Ликан. Ликан тоже отправляется в таверну. Это в сумме минус 6 в исполнении от Ньюби. Ну и мы видим, насколько Ньюби сильнее в командных драках. 5 на 5 именно на дефе. Просто нереально. Да, действительно. 7 тысяч опыта. 4 тысячи голды за один замес отыграли Ньюби. Ну и мы видим, что команда FTD даже с Аегисом не способна зайти на вражеский хайграунд. Диффуза также появляется у Фантомки. Ну и пахнет все тем, что похоже все близится к концу этой встречи. Второй сегодняшнего матча. Мы видим, как у нас обстоят дела по графикам. Прекрасно. Т2 по миду, понятное дело, здесь упадет. Глифа, если что, нету. Там для времени Жигернал сприт пушит уже Т3 вовсю. Деф пока нечем. Через 13 секунд появится только Ликан. У Ликана есть интимат, если что. И дизартизм тоже откатится. Но сторона, скорее всего, упадет. Да, не успеет Банша вернуться в замес. Хотя краш, Паму. Тут Магнитайз пошел. Агротакс на развороте. Проблема у Дизраптора. Дизраптор может умереть. Все-таки добили нас Эрп Спирита. Продолжается драка. БКБ подрубает нас Банша. Баншу пытается забить. Пошел у нас Юльчик. ТП сюда делает тем временем у нас игрок Эрспирит после Байбека. Неплохо на развороте. Как больно Ньюби. Моментально минус 3 делает команда FTD. Продолжается погонять за Саншенгом. Саншенг тоже умирает. В итоге хороший Магнитайз был. Проблема у товарища КК. КК с геймом. Нужно бежать. Знаете, я уже боюсь прогнозировать что-то в этой игре. Я хвалю сначала одну команду за то, что они хорошо дерутся. Потом эта команда Фидонит. Потом я хвалю другую команду за то, что она хорошо проводит файп. И эта команда идет и сразу Фидит. Так что я не буду никакую команду хвалить. Я просто буду смотреть за Дотой. В итоге неплохой камбэк устроили сейчас команды Фиди Клапси. Да, сделал Байбек там Эрспирит и так далее. Но сейчас нужно идти разводить теперь Ньюби на Байбеке. Потому что придется делать. Иначе потеряют сторону. Как минимум. Врыв на КК. У КК проблемы. КК если умрет, то отдаст гейм. Сейчас КК умирает. Байбек делает му. Как больно у нас КСЯО. КСЯО длинный ник. Но Эрспирит все-таки умирает. Даже Гост его не спас. Там есть диффуза. Потому что Байбек делает также ЦМка. А почему вы остановились? ФТД. Там уже как бы только два героя вражеских. Вы же можете спокойно идти за... Ох. Ну ладно. Нет так нет. Подождем еще. Посмотрим как ребята формят. Но по мне это ошибка. Нужно было идти и давить до конца. Потому что там все-таки была только одна Фатомка. И одна ЦМка. Этого маловато для Дефа. Так что такое. Диффуза появляется. Вот они готовим. Господи. Как же я ненавижу этих мотоциклистов. Сейчас секундочку ребят. Я знаете что я вам скажу. В аду есть отдельный котел. Для вот этих вот парней. Которые знаете. Подолкнули у вас стоят. И на своем сраном мопедике. Начинают гашетку сжимать. И газовать. Особенно эти вот мопедики. Которые такие знаете. 45 кубовый. У которых еще глушителей нет. Чтобы они типа громче ездили. Вот для таких ребяток. Отдельный котел заведен в аду. Я больше чем уверен. Ладно не суть. Давайте возвращаться к игре непосредственно. Пока ничего критического не произошло. Пока я тут отсутствовал. С этим окошком закрывал. Ну и что у Ньюби. Ньюби в принципе сейчас сильны. Они вполне себе могут еще подраться разочек. Смоки разбиваются. От Эфи и Деклапси. И ребята идут в атаку. И сейчас будет роковая встреча. Ньюби хорошую позиционку занимает у себя на респе. Понимает что врагов не видно. Нужно подождать. Торопиться некуда. Так. Нашли нас кипяя. У кипяя проблемы. Дарцизм пошел. Пошел скифон. Агр неплохой по ГОСТу. ГОСТу надо бы изобрить. Пошел ультимейт от жигернаута по крипам. Проблемы тем временем у Ликантропа. Могут вычать шип. Краш залетает тем временем по Му. Му как же ему больно. Просто Му умирает моментально. А байбэк-то нет. Продолжается драка. Проблемы также кипяя. Пытается его сбрить. Здесь убили у нас всем временем Дизраптора. Забили у нас также Эр Спирит. И убили у нас также Баунт Хантера. Вся битая команда Ньюби. Тут экзорцизм просто всех расшленяет. Умирает все-таки кипяя. Пострел у нас Саншенг. Сейчас тоже он умрет. Скорее всего Глимер Кейп его не спасет. Саншенг. Тычечка. Да, умирает. Это мега килл. Ультра килл делает у нас товарищ ГОСТ. И можно... Ну, хотя тут забирать-то особо некем. Сторону, потому что... Ликан в таверне. Просто экзорцизма нет. Так что это... Убийство ложкой. Можно вот на топ, например. Да, тут очень много крипов. Можно хотя бы сторону сделать. Насануть. Такое. Опять я крипс просто смотрел, что-то у нас. Fight Recap. Ну, тут есть уже Хао, который вполне себе может и отдэфить. Кстати, больно Хао очень под сифоном. Пошел у нас Хилинг Вард. Ну, и рейнжевой барак упал. Что у нас по графикам? Давайте глянем. Да, в районе пяти с половиной тысяч... Да какой пяти с половиной? В районе семи, наверное, преимущество все еще за командой. Ньюби по экспе, по голде в районе девяти. Так что, в принципе, все еще преимущество за ними. Но опять у них нет половины стороны на топе. Нужно делать что-то с этим экзорцизмом, потому что там бандшас вносит слишком много урона в замесах. Просто нереально. Что там по Рошану? Рошан появится у нас буквально через полторы минутки. Какой через полторы? Это у нас, по-моему, одна отсечка, две. Да, через две минуты, да. Появится Рошан у нас. А, какой? Да, все правильно. Все правильно, я сказал полторы минуты, да. Простите. Я еще до сих пор, почему-то, плохо ориентируюсь в этом циферблате. Мудреные часы, довольно-таки. Бокабайщика появляется также у товарища Хао на Джаггернауте. Ну, это не панацея, опять же. Это не панацея. Здесь нужно что-то, не знаю, продать. Продать барабан и собрать себе какой-нибудь скади. И так далее. Смоки бьются от Ньюби. И это смог надежды. Действительно, если сейчас Ньюби фидонот, то это, можно сказать, что это ГГБП. Лейкл стоит в позиции. Также позиции врыв от Лейклза бежать подальше. Не доставит у нас все-таки крашем Лейклз. Ну что, начинаются танцы с бубнами вокруг Рошана. Обе команды хотят, конечно, этого коммуниголового себе забрать. Ну и у Му. У Му пока ничего, к сожалению, нового не появилось, кроме Гипперстоуна. Лейклз тут, как рыси, выжидает просто на хайграунде. Бегает у нас тут тем временем. Кака под вардами. Под вражескими. Ну что, кака. Зашел на Рошана. Прыгает сюда Му. Пока вдвоем только бьют. Минус армора нету, к сожалению, никакого. Так что, вот тут волки. Волки спалились на сентрике. Краш, я слышу, где-то там залетает стан по Му. У Му проблемы, хотя тут вот Некра пошли. Некров ломает тем временем Хао. Хорошо, Некров убили, уже неплохо. Второго добил Хао. И что дальше? Можно идти Рошана забирать, потому что, в принципе, почему бы и нет. Да, начинает бить Рошана с командой Юби. Пошли очередные волки. Готов прыгать, если что, Лейклс. Пошел Глимс. За его дело заделал Джигернал, понятное, Блэйд Фьюри. Ну и как-то бояться обе команды заходить, потому что, понятное дело, что сейчас стадия игры такая. Я слышал Агротакса. Где-то есть такс. Напугай меня так. А, это в миде Крепочков. Ну что, потратили экзорцизм на Рошана. Рошан будет падать в пользу команды FTD. И FTD забирает Рошана. И Рошана, скорее всего, заберет себе как раз-таки Аеги с него. Профетка, да. И отправляется команда у нас. FTD Клапси. Последний пуш, так скажем. Потому что это единственный, наверное, для них вариант. С другой стороны, им заняться просто больше нечем в игре уже. Потому что, в принципе, здесь все этого рапа забирали. Так что нужно идти уже на вражеский ХГ. Надо оставить одного героя, чтобы отпушивал лайм, если что. Ну вот, какой-нибудь... У кого там есть правилок? Ну, у кого прилетел, если что в замес. Ну и... Ждем. Ждем пока. И FTD подберутся к вражескому хайграунду. Затишье перед бурей. Ньюби, понятное дело, теперь не пойдут никуда драться, пока там есть Аегис. Так что смысла нет здесь, понятно. Ликантроп себе хочет очень выформить БКБшечку. Слардар себе уже приобретает Тараску. БКБшечка также появляется у товарища ГОСТа. У нее же была вроде, нет? Да, нет. Все правильно. У нее ГОСТ был до этого. БКБшечка теперь будет у нас банша в следующем замесе. Ну и команда Ньюби. У них новенького ничего не появилось, да. Видимо, что 3000 есть уму на руках. Нужно оставлять деньги на байбэк, понятное дело. Там у нее всего избыток в 1000. Гем приобретает себе КК. У КПА также ничего сверху не появилось. Появился у него ультимейтор. Я так понимаю, будет выход все-таки в какой-то аганим. Ну и Иглсон появился также у Хао. Это выход в Баттерфляй будет. Вот так вот. Такое решение принял у нас игрок команды Ньюби. Как по мне, какой-нибудь КАДИ смотрелось бы здесь получше. Ну ладно, ну в принципе, против физического урона, когда тебя бьет огромная толпа, то да, действительно, возможно, это и сработает. Дополнительные миссы. Но я удивлен, кстати, что до сих пор нет никакого, ни одной МКБшечки у команды FTD. И все равно муж стирают моментально, опять же, за счет того, что там и магического прокаста хватает. Тот же магнетайз там больно бьет. Подрубается экзорцизм, заход на постепенность. Ну агрот Акса по Госта, Госта надо разбереть быстро. Если его сбреет, то это просто провал. Пошли, пошел Ю, БКБшечка разрубает Госта. Нет уже экзорцизма, и теперь можно драться. Пошел ультимейт от СМК, СМК, или ультимейт, разрубает тем временем селедку напополам. Продолжается погоня за ТПА, пошел ультимейт от Джиггернаута, неплохой. Джиггернаут распрыгался, очень битые все команды FTD. Изобрели у нас тем временем второй раз уже товарища Госта. Здесь у нас Ликантроп убил все-таки Акса. Также умирает у нас еще и Дизраптор. Укатывается у нас тем временем на Роллингболдере товарищ Эрспирит. Залетает даггер по Ликану. Ликан, скорее всего, здесь не уходит никуда. Да, Ликан умирает. Это в итоге минус пять в размену одного Акса. Отличная драка от Ньюби. Задефали неплохо. Почему-то опять же мне показывают рекап последний фраг. Сори. Я теперь виноват. Ну и что теперь? Теперь в очередной раз фиданули FTD Клаб Си. Теперь очередь фидит Ньюби при заходе на вражеский хайграунд. Я думаю. Что по графику мы видим? Мы видим все еще 12 тысяч преимущества по голде за Ньюби. По XP также преимущество в районе 12 тысяч. Ну и Ньюби идут нести сторону. Доносить точнее, так скажем. Что по байбекам? Делает байбек Профетка. Там у Слардара байбека нет. У Ликана байбек есть, но он не делает пока. Ждет, я не знаю, чего он ждет. Ждет, видимо, пока снесут сторону. Подходит Хао. Хао быстро разбирается с Крепами. Не странно, сейчас будет падать очень быстро. Хао. Краш. Утимейт. Ну и в итоге Гоас пошел. Гоас снимает. Умирает нас от Спирит. Он делает байбек на Слэкан. Продолжается драка. Гоас на развороте. В Му впивается. У Му проблемки. Му уходит. Но тут Глимс. Му скорее всего сейчас убьют. Да, Му умирает. Ну, половину страны допилили. Неплохо. Где у нас Джаггернаут? Джаггернаут отступает. Подальше пока. Продает. Ботиночки. Будет собирать себе травела, понятное дело. Вот они ему прилетели. Готовенькие, свеженькие. Ну и опять Пуш отправляет с командой FTD. Клаб Си. Ну, а Джаггернаут понимает, что самое время забрать последний барак. И, наверное, FTD стоит вернуться на свою базу. Потому что сейчас просто Джаггер придет и с руки запилит. После них, да, иллюзии отправляет. И вот он барак начинает падать. Нужно возвращаться. Нет, видимо. Не обращать на это внимания FTD. Понимает, что смысла нет. Барак падает. Нет цельной стороны его команды. FTD теперь по топу. Ну и вот теперь прогоняет их тут один только Баунти Хантер. А Джаггернаут тем временем уже вернулся на свою базу и спокойно готов дефать. Блинк Даггер появляется также у Сан Шенга. Теперь можно врываться в драку моментально под какую-нибудь новую. Давать Новый Год хороший, качественный. Желательно где-нибудь сбоку, чтобы тебя не сбили. Не сбили это дело все там каким-нибудь крашем. Хотя Юл он всегда можно скинуть. Ну и в позиции Ньюби готовый деф. И тем временем у нас уже 43 минуты матча прошло. Затяжная карта довольно-таки. Если первая была, можно сказать, что в одну калитку игра, то вторая более-менее равная. Я не буду, наверное, уже включать для вас Night Wars. И смысла особого нет. Сейчас только, наверное, байбеки имеют смысл. Так что, наверное, таближку оставлю. Инвиз подбирает у нас Аксевич. Дорошан остается у нас опять же полторы минуты. Точнее, через полторы минуты нам скажут, сколько нужно будет дополнительного времени Дороша. Ну и команда Ньюби отправляется на ганг. Ну, почему бы и нет, собственно. Вечно фармить тоже нельзя. Нужно когда-то драться начинать. Что там у Хау? У Хау новенького что-нибудь есть? Мьелмер себе будет фармить Хау. Окей, такой вот выбор он сделал. Ну и БФ в то время появился. Му, не самый тайминговый, но все же БФчик есть. Кираса сверху уже появилась. В принципе, запаковано по самой небалусе у нас. Фантом Ассасинка. Я бы, наверное, продал бы какую-нибудь Вледмерс и собрал бы вместо этого Супер Башер. Было бы неплохо, потому что контроль дополнительно все же нужен. А Вледмерс может собрать, например, Баунти Хантер какой-нибудь себе сверху, если что. Потому что сейчас лайфстил уже так не решает. Так что, в принципе, айтем бесполезный, по сути. Сейчас дополнительные пару секунд стана, наверное, будут гораздо профитнее, нежели этот айтем. Ну что, затишье перед бурей у нас боятся. Обе команды, понятное дело, не хотят просто так агрессировать лишний раз там. Врываться на кого-то. Треки раскидывают. БХ у нас бегает. Подходит Джиггернаут. Тут Джиггернаут и все прекрасно по деньгам. У него там готовый Мьелнер сейчас прилетит. А вместо чего? Вместо Монты? Или вместо чего ты возьмешь? Сейчас посмотрим. Он буквально пачку деформит. Сейчас покупает себе Мьелнер, но он себя ставит без байбэка. Да, действительно, вместо Монты отправляет Курьера обратно на базу. А, он подал Монты ставил. Нормально, теперь есть у него на байбэк. Да, хватает. Нормально. Ну и мы видим по состоянию байбэков, байбэки есть только у Ньюби. Если сейчас пойти подраться и минусануть кого-нибудь, можно закончить игру вполне. Дэдэшечка уха. Вот это, кстати, крайне опасно. Нужно ее реализовывать. Собираются в пятером у нас Ньюби бьют смоки. Да, и сейчас крайне опасный момент в данной игре. Потому что, если кто-то подставится от команды FTD, а байбэков-то нету ни у кого из них, то это будет ГГВП. Гост стоит на хайграунде. Подходит у нас Хао. Хао под Мьелнером. Готов, если что, идти торговать лицом. Заходит на хайграунде. Начинает бить баш с Тауэра. Тауэр падает очень быстро. Тауэру очень больно. Глиф есть. Золотая кошечка умерла. Ну ничего страшного. Краш. Пахао. Филд. Хороший агр по двоим. Атакса с форстафом подальше откидывает Госта. Забрали тем временем Слардара. Слардара не будет в драке. Гост подрубает экзорцизм. БКБшечку на разворот. Ультимейт от Джигернаута пошел. Сбили Гост. Тем временем у нас Дизраптора. Убивают также Ликана. Дизраптор отправляется в таверну. Это похоже ГГ. У Госта огромные проблемы. Гост тоже сейчас умирает. Да, без шансов. Утракил делает. У нас Хао. Не дали ему сделать рампажечку. Закрысил последний фраг у нас Му. Свою тиммейт и мог бы и оставить. Ну я не знаю почему не пишет команда Этиликлапси. ГГ вот сейчас пишет. ГГВП. Поздравляем. Мы команда Ньюби с уверенной победой. 2-0. Ну вот как-то так. Да, конечно была интересная игра. Были качели. Были шансы определенно победить у ФТД. Но все-таки Ньюби на опыте что ли оказались сильнее. В разы своих оппонентов. Поздравляем мы с этим. Вот. На сегодня я вроде как с вами пока прощаюсь. Дальше на этом канале для вас будет работать Лекс. Никуда не переключайтесь. У нас немножко музычки впереди. И дальше сейчас я даже скажу что здесь будет за игра. Здесь по идее далее у нас будет IG Vitality против E-Home-Key. Я не помню как там полностью называется у них название. Так что.